В эфире студия «Контакт». Подошло время передачи «Бесконечные гаммы судьбы». Мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми нашего региона. И сегодня я предлагаю вашему вниманию встречу с человеком, который прошел афганскую войну. Мы заранее извиняемся перед теми, кому Афганистан напомнит о боли и печали. «Контакт» Вспоминаю утренний Кабул, его прохладу и его контрасты. И вновь шепчу я сквозь разлуку «Здравствуй, прости, что на покой твой посекнул Афганистан». Афганская война. Героическая и трагическая. Она длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Афганская война. Никем и никому не объявленная. Разными вернулись воины-интернационалисты. Одни целыми и невредимыми, другие инвалидами. Одни продолжают служить в армейском строю, другие надолго прикованы к постели. В общественном мнении на проблему афганцев существует два противоположных взгляда. Одни считают их погубленным поколением, другие – лучшей частью нашего общества, вынесшими из страшных испытаний способность к бескомпромиссным поступкам, умение прямо говорить «да» и «нет». Участник нашей передачи Виктор Химченко – именно из таких людей. Жизнь каждого человека можно разделить на какие-то определенные этапы. Ну, например, детство, юность, старость. Знаю, что в твоей жизни была война, афганская война. Думаю, жизнь твоя разделилась на жизнь до войны и после войны. Витя, скажи, пожалуйста, вот с кем ты был до армии, во время армии и после нее? Да, до армии я был юношей, который упорно занимался спортом. Если взять по-большому, я был просто спортсмен, который стремился достичь все высшего и высшего мастерства. А также с детства у меня была мечта попасть в воздушно-несантные войска. А потому в этих войсках спорт был необходим. И я всячески старался достичь того мастерства, чтобы служить в этих войсках. Так что, кем я был? Я был спортсменом. Но во время армии. Во время армии я попал именно туда, куда я мечтал. Я попал в спортруту. Полгода. Был в Прибалтике, Гайжуной. Учебное подразделение. И после учебного подразделения я попал в 350-й парашютно-десантный полк. Город Кабул, ДРА. Под командованием. На то время он был подполковник Крачев. В дальнейшем стал генерал Павел Сергеевич Городчев. Там я был, я думаю, хорошим бойцом. Хорошим. Так как за полтора года в своей службе я не пропустил ни в них боевые действия. Поэтому могу назвать себя хорошим бойцом. То, что Виктор был хорошим бойцом, подтверждают его боевые награды. Это медаль за отвагу, воинская доблесть и многие-многие другие. А также подтверждением является дружба с однополчанами и с бывшим командованием, которые живут сейчас в разных уголках стран СНГ. Виктор, давай немножечко все-таки более подробно поговорим вот об Афганистане, о том, как тебе там служилось. Ну, такой вот вопрос, наверное, не знаю, часто его задают воинам-афганцам. Тебе там приходилось вообще убивать? Ну, это грубо, так говорят, убивать. Там выполняли мы свой интернациональный долг. И в лице каждого бойца, как это там рассказывали, так, как мы считали и до сих пор считают, на нас смотрели, как на представителей нашей Родины. А потому мы все старались не упасть лицом. А вот что ты в это время испытывал? Бывает когда-то страшно, да. Бывает так неожиданно, что ты не успеваешь ничего испытывать. Ты делаешь то, чем у тебя учили. А кем ты служил? Какая у тебя была должность? Я был сам инструктор второго разведзвода. Это батальонная разведка, отдельный разведзвод. Так что в моей специфике службы не было задачи убивать. Принцип моей работы был, наоборот, спасать, помогать, оказывать. Помощь раненым. За полтора года службы в Афганистане немало раненых солдат и офицеров спас Виктора Химченко. Под шквальным обстрелом душманов не раз выносил раненых с поля боя и оказывал медицинскую помощь, за что неоднократно поощрялся командованием. Многие ребята обязаны ему тем, что сохранил в целости им руки и ноги. А ты испытывал чувство страха? Конечно. Если человек не боится, то это не совсем нормальный человек. У него что-то не в порядке золотой. только у каждого чувство страха разное. Один боится и ничего не может сделать, другой боится и делает, наоборот, лучше, чем оно нужно, чем может быть без такой ситуации. Скажи, а вот после армии, вот ты вернулся домой, вот что ты испытывал в тебе кошмары? Никакие не мучили сны там какие-то, связанные опять с боевыми действиями? Например, за четыре месяца до увольнения, запас до увольнения, мне снился дом. Наоборот, снился дом, порой проснулся ночью и казалось, что... Ну, дома, а потом осмотрелся. А, затевшись домой, где-то... Через месяц, до трех месяцев, он начался, наоборот, снился. И самое плохое. Сослужил. Не привыкнуть никак к тишине На войне, на войне, на войне Тишина — это только обман, Лишь обман. По тропе крутой, По земле чужой Мы уходим На караван, Караван Это радость, побед И потери, и боль Караван Жду я встречи с тобой Караван Розовее над кровью Афганистан Караван 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 Не привыкнуть к гражданке никак Там все ясно, там, друг, есть и враг Здесь же души людей Тяжело разглядеть сквозь туман Караван Жалко, нет его Друга одного Навсегда его Взял караван Караван Это фляга воды, без которой смерть Караван Это значит суметь Караван Убивать шуравей Великаран Караван 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 Не привыкнуть К тому, что совсем Мне не тянет плечо АКМ Что в кустах придорожных Нет мин Здесь нет духовских банд Только где-то там По моим следам Кто-то снова Берет караван Караван Это сотни снарядов Не легших цель Караван Это соль на лице Караван Третий тост Помолчим Кто пропал Кто, пан Караван 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 Третий тост Помолчим Кто пропал Кто, пан Караван 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 А вот ты считаешь, что служба в Афганистане как-то повлияла на твою дальнейшую судьбу? Ну да, конечно повлияла. Во-первых, там учили так. Если ты прав, отстаивай свою правоту. И если ты не прав, значит нужно извиняться, как-то выходить из этого, из ситуации. На белое говорили белое, на черное говорили черное. Потому я считаю, что армия мне дала многое. Самое главное это стать мужчиной, отвечать за свои слова. Ну, армия закончилась. Кто сейчас? Сейчас, скажем так, тренер. Но особо тренером тебя не назовешь, потому что в данный момент нет возможности малышей возить по соревнованиям, чтобы они проявляли свое мастерство, а потому более будет правильным, это как педагог. Секция кикбоксинга, в которой преподает Виктор Иванович, единственная бесплатная секция такого направления в городе Северодонецке. Ребята здесь занимаются совершенно бесплатно, постигая азы спортивного мастерства, что в свою очередь является подготовкой к службе в рядах вооруженных сил. Виктор Иванович, в которой я не знаю, вы давно занимаетесь этой секцией? Полтора года уже занимаюсь. Полгода. Ну вот год недавно прошел. А почему пришли именно в эту секцию? Ведь у нас в городе полно других. Ну как вам сказать, я приехал в этот город недавно, потому что я не знал других секций. Возможно, поэтому я пришел в эту секцию. А вы? Не нравится кикбоксинга. Нравится мне здесь, в секции вот. А чем нравится именно здесь? Тренер хороший. А что нам прививает тренер? Ну, я думаю, прививает смелость. Главное быть правильными. Силу воли воспитывает нас. Там все хорошее. Кикбоксинг. Самая типичная секция, которая помогает выжить в данный момент. Тренер очень часто говорит, что он борется с беспределом. В вашем понятии беспредел, что это такое? Это, ну это, что сейчас творится на улице. Беспредел — это несправедливость. Короче говоря. Ваши занятия вам как раз именно помогут, да? Бороться с беспределом и за справедливость. Как вы думаете? Мы здесь занимаемся не только для того, чтобы обид кого-то. Просто для своего здоровья. И если в жизни кто-нибудь поможет этот нас, ну пусть поможет. А просто так, и дело здесь физическое, не только занятие, а и духовное душе. Виктор Иванович, что это за секция? Ну, это секция кикбоксинга и бокса. Подвал, клуб 24-го, СПТУ. Фактически здесь занимаются ученики 24-го училища, а также местное население, юноши из города Северодонецка. Принцип занятий здесь, эта секция — это как наш дом. Здесь она не оплачивает. Занимающиеся в этой секции они не носят, не взносят ни взносы, ни оплату. Бесплатно ребята занимаются, да? Бесплатно. Тренер тоже ничего здесь не получается. Тренировки проходят у нас чисто на энтузиазме. Есть тренер по боксу, мастер спорта Советского Союза, Вадим Петрович Слепнёв. И кикбоксёры это занимаются. День через день. День боксёры, день кикбоксёры. А что ты стараешься привить своим воспитанникам? Чтобы они были мужчинами. Такими парнями, настоящими. Спортсменами становятся люди... Это зависит всего от тренировок. Если ты посещаешь, стремись, занимайся. И одного раньше, одного через месяц, другого через два, третьего через год. Но придёт всё равно мастерство. Для меня главное, чтобы улететь чисто мужчинами, нужно сражаться. Сражаться. Опять же, что же, как и в армии. Получая тому, чему учили меня. Если ты прав, борись за свою правоту. Если не прав, то извинись. Как говорят, упади на колени, но это не будет зазорным, потому что ты не прав. Ты признаёшь свою ошибку. Да хотелось бы, чтобы парни были, ну, чисто как, парнями. Даже сейчас в коммерческих структурах есть такой, как термин, они говорят, сейчас мужики перевелись. Вот идёт разговор, да, о какой-то коммерческой сделке. Вот поговорили, ну, на слове доверия. Сделали, ну, в итоге конечный результат. Отрицательный. Потому хотелось бы, чтобы с нашего зала выходили просто парни, настоящие парни. То есть. А вот у тебя есть в жизни какая-то мечта? Мечта? Да, да. Просто эта жизнь уже так нас немножко подзагнала, что я не знаю, что такое мечта. Мечтают все о хорошем, да, чтобы было хорошо. Но, опять, мои мечты, например, немножко, как не немножко, а потихонечку сбываются. Вот проехать по области, да, вот Северодонецк, Луганск, это, ну, Северодонецк один из лучших. Даже взять Лисичанск, Рубежный, уже там немножко не так. А потому я бы хотел, чтобы в Северодонецке было много дискотек для молодёжи, много секций, опять, чтобы молодёжь не где-то бродяжничала, а занималась спортом лучше, для здоровья. Ну, и так же хотелось, чтобы у нас достаточно, да, баров, ресторанов, чтобы было ещё больше, чтобы приехали гости в наш город и видели, да, действительно, маленький городок, но есть развлечение, есть. А потом, ну, оно постепенно сбывается, это, короче, мечта, чтобы было всё хорошо. Конечно, ещё мечта, чтобы у нас был спортзал, такой настоящий, большой спортзал. Опять же, для кого? Для молодёжи, чтобы занимались. То есть у тебя мечта, почему-то, в масштабе нашего города, а вот у тебя личная какая-то есть такая мечта, страсть там, к чему-то? Нет. Ну, например, у меня всё есть для жизни. У меня есть. Уже есть дом, у меня есть жена, у меня есть сын, у меня есть друзья. Он шумит. Тише, тише, сынок. И лично как? Это не отличная мечта. Это, наверное, просто счастливый человек. Быть здоровее, быть богаче, быть, ибо я не с той позиции, говорю, богаче, а вдруг где-то с кем-то поделиться, чтобы у тебя было что-то. Когда приезжают к тебе, например, родные ополчане, да, это сейчас преуспевающий бизнесмен по России, просто порой становится неудобно, потому что ты не можешь позволить там властей кем-то там пригласить туда. Хотя ты же такой же. Но радует то, что на это в наших отношениях никто не смотрит. Мы рады друг другу, это превыше каких-то овощей. Ты себя считаешь счастливым? Счастливым? Ну, да, конечно. Если меня окружают порядочные люди, которые, если им будет тяжело, я уверен, они помогут. Которым я отношусь так, как они относятся к ним. У меня есть семья. Конечно, счастливые. Несмотря на то, что Виктору довелось видеть ужасы войны, он считает себя счастливым. И это прекрасно. Но многие утверждают, что у ребят, вернувшихся оттуда, искалечены души и деформировано сознание. А может, души-то не искалечены, а обнажены? Сознание не деформировано, активизировано и настроено на более высокую волну, где черные и белые имеют свой передний край. Можно сказать, что мальчишки, побывавшие в боях, возмужали не только физически, а в первую очередь нравственно. Их обнаженные души с порога отвергают все, что может подойти под понятие несправедливости. А отсюда и афганские братства, с нетерпеливым неприятием прописных истин, завышенным требованием к окружающим, обостренное чувство справедливости. Они готовы немедленно вступить против демагогии, бюрократизма, за которыми нередко прячутся приспособничество, казнократство и махровая обывательщина. Тебя многие в городе знают. Одни как хорошего спортсмена, одни как воина-афганца, многие как преуспевающего бизнесмена. Иные считают тебя представителем мафиозной структуры, кто-то считает тебя бандитом, а кто-то, кто-то Робин Гудом. Скажи, пожалуйста, а кто ты вообще на самом деле, кем ты себя сам считаешь? Я просто Виктор Химченко. И все. А, например, насчет вот этих разговоров, думаю, что я считаю, правда это тогда, когда человек может тебе сказать это в лицо. не говорить кому-то, как-то. А пришел и сказал, я считаю, ты такой-то, такой-то. И это обосновал. Например, если, я не говорю мне, а нам, потому что у нас тоже, мы смотрим, если белое, мы будем говорить это белое, если черное, мы будем говорить черное. Так, как оно есть. И если мы не правы, мы изменимся. Если мы правы, мы стараемся отстаивать. Но насколько наших стараний хватит. Так что, я за справедливость. И если есть у меня возможность там помочь, есть подходят люди, трудяги, трудяги, которые в чем-то их ущемили. И я могу помочь, я, конечно, помогаю. По мере своей возможности. Ну, а это порой переквалифицируется, так как бандитизм. Вот почему, возможно, ходят какие-то слухи. Но это опять слухи. Слух становится в реальности, это когда встречаются люди, говорят. Человеку задают вопрос, и он на него не находит ответ. Хотя он сделал тот или иной поступок. Снежин не прав. А если говорят, а при этом человеке подходит и сжмут руки, то это просто лицемерие. Вот и все. Потому я и парней, которые тренируются в нашем зале. Ну, как? Хочу, привидим. Чисто мужское сказал, да. Ответил. Прав? Прав? Не прав? Извинись. А вот что ты считаешь своей жизнью святым? Ну, святое это как. Для меня это дружба. Есть как коллектив, который, как в Библии написано, относись так, как бы ты хотел относиться к тебе. А потому, если к тебе относятся, значит, ты должен относиться именно так. И к святое это дружба. И друзья те, которые, когда хорошо, когда плохо, они всегда рядом. Так что, для меня святое. Святость это дружба. Мужская дружба. Пожалуйста, где в нашем городе есть такие друзья, вот афганцы, которые там, может быть, это вы вместе там были в армию. Есть такие, вы с ним дружите? Да, конечно. И не один человек. Но самый для меня близкий, самый, есть инвалид афганской войны. Это Иван Кожемякин. Это парень, который младше меня, который пришел, когда я уже был более там повозрастной утрен. с которым, мы вместе ходили по горам, это очень был крепкий, сильный спортсмен. Был и есть, так, духом очень сильным. Парень физически очень был крепок. Так получилось, что именно уже на последних месяцах службы он потерял ногу. но мы живем, поддерживаем отношения. Мы очень близкие человек. Для меня это очень близкий человек. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война, но еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и живых. Войны не проходят бесследно. ПЕСНЯ СТОБОЙ ДРУЗЕЙ ТВОИ Они надежные ребята, я спокоен. Но много рядом там СТОБОЙ ДРУЗЕЙ ТВОИ Они надежные ребята, я спокоен. Я тоже знаю, что такое АХС, когда бежишь в атаку под обстрелом. Ты не волнуйся, брат, служи гордись, ведь ты мужским братишка занят делом. Ты не волнуйся, брат, служи гордись, ведь ты мужским серьезным занят делом. Служи спокойно, брат, мы ждем тебя. Мы помним, мама, я, сестренка Катя, А папа нам твердит, что у тебя там вдалеке есть свой военный батя. А папа нам твердит, что у тебя там вдалеке есть свой военный батя. Тихонько тронуя свою струну, смахнет слезу тайком платочком мама, это дети подвием струны воен зонуя тронуя армистов Субтитры подогнал «Симон»